Субтитры сделал DimaTorzok Это прекрасное время, которое мы вместе с вами прошли эти три месяца карантина, когда мы выходили в прямую трансляцию, когда мы вещали из города Сочи и нас смотрело множество людей. Я верю, что через эти трансляции люди находили Господа, принимали Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, отдавали свою жизнь. Ему у нас есть свидетельство об этом. И слава Богу, я думаю, что эти трансляции уверен и верю, они обогащали людей, укрепляли веру. И вот уже совсем скоро мы соберемся в офлайне, мы соберемся в церковь и будем праздновать это событие, когда церковь собирается вместе, что-то необыкновенное происходит. Я верю, что концентрация Духа Святого, если так можно сказать, может быть, не теологически, она прям вот усиливается в том месте, где Божий народ собирается. Я верю, что Бог особенно радуется, когда Его дети собираются в Его доме, в доме молитвы, который так и назван в Евангелии. Дом Отца домом молитвы назовется. И мы соберемся с вами вместе и прославим нашего Господа шумом, с ликованием, как это нравится Ему. Спасибо вам за все это время, за то, что вы были верны, за то, что вы оставались с нами, за то, что вы жертвовали, поддерживали церковь, служили в это время, не опуская свои руки. Были те люди, которые, может быть, испытывали трудности в своей жизни, но невзирая на это, ехали к тем, кому было трудно и служили, чем могли. Служили своим транспортом, служили своим финансами, служили своим временем, своими руками. Это ценно. И мы так приобретали людей для Христа. Мы являли Христа во всякое место, куда мы приходили. Спасибо вам, драгоценные. Вы замечательная церковь, как я люблю говорить. Вы лучшие. Некоторым мне нравится порой, но я все равно не перестану говорить, потому что в моем сердце так и есть. Вы лучшие. Вы лучшая церковь на земле. Аминь. Аминь. Воздайте славу там, где вы есть. Да. И я много проповедовал во время карантина о том, что делает Господь, о том, что Бог заботится о нас. Я говорил, какими способами Он заботится о нас. И знаете, что я заметил? Неважно, как хорошо или плохо я говорил о том, что Бог заботится о нас, Он не стал заботиться больше и не стал заботиться меньше. Я не говорил это для Бога, чтобы Бог заботился лучше о нас, когда я это рассказывал в церкви. Я говорил это для нас, потому что Бог все равно заботится наилучшим образом о каждом из нас. Он наилучшим образом исполняет свою обязанность, которую Он имеет в отношении своих детей. Как любящий отец, у Него есть обязанности в отношении своих детей, которыми Он сам себя обязал. И вот эти обязанности Бог исполняет наилучшим образом. Или можно так сказать, идеальным образом. И от того, что я вас убеждал, что Он заботится о нас, Он не стал заботиться лучше, друзья мои. Это для нас было нужно, чтобы мы никогда не забывали о том, что Бог заботится о тебе. Потому что проблемы, которые выстают в нашей жизни, они иногда заставляют нас огорчаться и забывать о том, что Бог всегда на твоей стороне. А так и есть. Бог всегда на твоей стороне. Скажи, Бог всегда на моей стороне. Не важно, в каком ты состоянии находишься, Бог всегда на твоей стороне. Бог не против. Бог за тебя. А Слово Божие говорит, если Бог за нас, то кто против? Так нравятся нам эти слова. И когда я говорил о том, что Бог заботится о нас, всем нравилось это. Всем всегда нравится о том, что ты говоришь какое-то хорошее слово. Скажем так, вкусное слово. Это как в пище. Всем нравится вкусная еда. Но я заметил, что вкусная еда не всегда бывает полезной. Наоборот. Что вкусная еда практически всегда не полезная. Все любят мучное. Вкусно. Булки, пирожки. Но потом ты видишь, что эти булки и пирожки тебя самого превращают в булку и в пирожок. Но все любят эту вкусную еду. И люди, которые вкушают полезную еду, знают, что она пресная. Что она мало соленая, мало вкусная. И она почти однообразная. Но зато она полезная. Зато вкушая ее, ты приобретаешь здоровье. Ты становишься стройным человеком. И ты чувствуешь в себе силой. Вот так же бывает и в духовной пище. Всем нравится вкусная еда. Вкусная духовная еда. Когда ты говоришь, что Бог заботится о тебе. Аллилуйя. Когда ты говоришь, Бог на твоей стороне. Аллилуйя. Когда ты говоришь, Бог тебя выведет из любых трудных ситуаций. Аллилуйя. Аминь. И Бог, это Бог, который благословляет твою жизнь щедро. Аминь. Бог, Бог прорыва. Аминь. Бог, Бог исцеления. Аминь. Бог, Он вообще все делает так, как бы мы захотели. А если не так, то все равно будет так. И тогда людям так приятно. Так хорошо. Их ободряет это слово. Но знаете, что я увидел, что мы соработники у Бога. И есть еще наша часть в Божьем плане. Вот Бог свою часть исполняет наилучшим образом. Независимо от тебя. Независимо обстоятельств. Он верен своему слову. И Он никогда не отказывается от своего слова. И от своих дел. Он всегда их исполняет исправно. Наилучшим образом. Но вот мы, друзья, не всегда верны своему слову, своим обещаниям. Не важно, кому мы их дали. Даже если эти обещания мы дали Господу. Мы порой от них отказываемся. Потому что обещания давали в одних обстоятельствах. А потом раз и кризис пришел. Обещал быть верным в пожертвованиях. В десятинах. Отдавать вот столько. А потом кризис пришел. И, извините, надо свои обещания поменять. Бог так не делает. У Него нет кризиса. Мы иногда так делаем. И мы выполняем свою работу в соработничестве с Богом не всегда исправно. И не всегда верно. И я увидел одну такую тенденцию. Что люди, которые приходят в церковь изначально, они всегда горят огнем Божьим. Они всегда больше всех приводят людей в церковь, потому что они не прекращают проповедовать Евангелие. Они всегда восхищаются словом, которое звучит с кафедры, потому что все для них ново, все для них свежо. И им нравится. И это их заводит. Это вдохновляет их. Когда мы вышли на карантин, мы увидели, у нас столько просмотров было в Ютубе. Сейчас, когда я включил, у нас где-то треть осталось. Так, 40-50. А было за сотню. Почему так? Потому что люди приелись, пища надоела. Знаете, мы вот так устроены. Новизна нас всегда вдохновляет, и нам хочется это делать. Но потом, когда приходит время, мы приедаемся. Или приедается нам то, что мы делаем. И становится неинтересно. Становится обыденно. Ты так же приходишь в воскресенье в церковь, так же три песни и слова пожертвования, песня и проповедь. Ну что ты там, пастор, еще нам расскажешь? Ты уже все свои истории рассказал. По три раза. В разных интерпретациях. Что еще? Чем ты нас сегодня удивишь? И все ждут удивления, что пастор сегодня станцует что-нибудь. Расскажет, посмешит. Скажет какую-нибудь перчинку, выдумает. Потому что все, что он говорит, мы уже слышали несколько раз. Несколько раз. И знаете, огонь Божий начинает потихоньку гаснуть. Потому что люди приедаются, скажем, или им приедается. И ты смотришь на людей, которые уже в вере несколько лет, они не такие, как были в начале. Не такие горячие. Им как-то поднадоела жизнь в Иисусе Христе. Обычно, обыденно. Не всем, конечно. И ты смотришь, такие люди перестают служить в церкви. Перестают служить Богу. Из-за причины своей жизнью надо заняться. Ну вот финансовую сторону устроить в своей жизни. Или отношения в семье наладить. Или детьми надо заняться. Понимаете, дети брошены. Я вот служил здесь Господу. А дети оказались брошены. И вдруг ты прозрел, что надо детьми заняться. Им уже 22 года, а тебе захотелось ими заняться. И ты начал ими усердно заниматься. Они не хотят, чтобы ты ими занимался. А ты стал усердно их воспитывать в 22 года. И вот эти люди начинают вот такие себе планы строить, которые не соответствуют или не вписываются с тем, что происходит в церкви. В церкви им уже надоело все, что происходит. И они начинают искать пищу себе со стороны. Потому что они считают, то, что происходит в церкви, они переросли уже. Это уже, ну как бы детский сад, мы уже из этого выросли. И постоянно то же самое, нам нужно что-то поперченнее. И такие люди теряют интерес к христианской жизни. Смотришь, огонь в глазах утух. И все, что можно слышать из их уст, такие слова. Вот раньше было не так, как сегодня. Как-то вот по-другому все было. Знаешь, это не раньше было. Это ты был другой. Ты изменился. Ты поменялся. И вот я сегодня хотел бы поучительствовать немножко. Знаете, такие, дать некоторые вещи для нас, чтобы мы не потеряли вкус к христианской жизни. И через 30 лет так же горели для Господа, как и в начале. А лучше, еще сильнее. Горели огнем Божьим для Господа, чем в начале. И я сегодня хотел бы на примере отрицательного героя Библии или, может быть, самого отрицательного героя Библии дать вам некоторые истины для научения и наставлений. Мы сегодня рассмотрим жизнь Иисуса, извините, Иуда Искариота, который предал Иисуса Христа. Много ли вы брали примеров с этого отрицательного героя? Я думаю, никто бы не захотел брать примеры с отрицательных героев. Но поверьте, каждый персонаж в Библии может чему-то нас научить. Даже научить тому, как не надо поступать. Это тоже надо знать. Как не надо поступать. И мы сегодня рассмотрим жизнь Иуды Искариота. И рассматривая жизнь Иуды, можно сказать, что он упустил для себя некоторые важные вещи. Он потерял первое. Если вы записываете, запишите для себя. Первое, что он потерял. Важность общения с Иисусом. Не просто общение, а важность общения с Иисусом. Когда ты понимаешь, что это приоритет. Не все остальное приоритете. А именно общение с Иисусом Христом есть приоритет. Давайте мы поприветствуем сейчас телезрителей канала Вера 24. Мы забыли их поприветствовать. Которые постоянно с нами. Мы приветствуем вас из города Сочи. Спасибо, что вы с нами. Второе. Он потерял силу братства. Или единство в теле Христе. Сегодня многие говорят. Бог в моем сердце. Зачем мне ходить? В церковь. А где тогда сила братства? Где сила единства в церкви, в твоей жизни, если тебе церковь не нужна? И он утратил эту силу единства. Порой, когда тебя преодолевает кто-то, тебе нужен еще кто-то для того, чтобы устоять в этом преодолении. Так говорит Слово Божье. Если тебя преодолевает кто-то, и с тобой нет рядом еще братьев и сестер, ты не сможешь устоять в чем-то. Тебе нужно тело Христово, тебе нужна церковь, тебе нужна сила единства, сила братства. Третье. Он потерял привилегию служения. Я вижу, как сегодня служение обесценивается. Сегодня не надо уже служить в церкви, потому что это хлопотно, это трудно, это надо тратить свое время. Я лучше займусь своей жизнью. Иуда Искариот потерял это, привилегию служения Господу. И последнее. Он потерял ценность награды на небесах. Сегодня многие люди сосредоточены на том, что происходит здесь, сейчас, что Бог дает им сегодня, в сегодняшнем дне. Нам не важно, что будет завтра. И мы даже вообще порой не задумываемся о вечности. Мы не живем ценностью вечности. Что там будет потом, это потом. Мне бы сейчас урвать мое. И может быть чуть-чуть побольше. Я понимаю, что сегодня, может быть, пища духовная будет не такой вкусной, как всегда. Но поверьте, я вначале сказал, она очень полезна. Поэтому вкушайте сегодня каждое слово. Для пользы своей. Это вас обогатит, это вас сохранит, это вас спасет в трудный момент. Вот эти уроки от Иуда Искариота, которые я хочу вам позже дать. Но прежде я хочу сказать, друзья мои, послушайте меня. Мы должны учиться из Библии тому, как не надо делать. Или как надо делать. И если кто-то из вас сегодня стоит крепко на ногах и думает, а зачем мне эти уроки, у меня такие близкие отношения с Богом, то я хочу напомнить вам слова из первого послания Коринфянам, 10 главы, 12 стиха, где сказано, «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Каждый день, каждый день нужно анализировать свою жизнь, нужно быть осторожным. Потому что дьявол так незаметно подкрадывается к нам, так искусно обманывает нас, так искусно убеждает в своей лжи, что мы порой даже не замечаем, как попадаемся в его сети. И как это начинает нас губить. И вот ты уже на обочине христианской жизни. И ты даже не заметил, как ты там оказался, но и находясь там, ты имеешь сотню оправданий. Ты имеешь сотню оправданий. И ты говоришь, не все так плохо. Хотя тебе вокруг все говорят, плохо. Но ты говоришь, нет, вы не видите того, что вижу я. Вы не знаете того, что знаю я. Друзья мои, и вот эти уроки из жизни Иуды. Первое. Иуда отказался меняться. Послушайте. Иуда отказался меняться. Он видел чудеса исцеления. Он видел, как слепые начинали видеть. Он видел, как хромые начинали ходить. Он видел чудеса воскрешения. Он видел дочь Иаира, которая воскресла. Он видел Лазаря воскресшего. Он видел, как юноша, которого хоронили, был воскрешен Иисусом Христом и возвращен своей матери. Он видел эти чудеса, он видел чудеса умножения, он видел, как Иисус, взяв пять хлебов и две рыбы, возблагодарив, преломил, раздал. Четырем тысячам человек и все насытились, и даже двенадцать коробов осталось лишних. Все это видел Иуда Искариот, но однако он не изменился, потому что Слово Божье говорит, Евангелие от Иоанна, шестая глава, семидесятый стих написано, Когда Иисус избрал своих учеников, он сказал, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде Симонаме Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. И когда прошло три года, после того, как Иуда видел все эти чудеса, после того, как он ходил с Иисусом Христом, который творил все это, написано в Слове Божьем, в Иоанна в тринадцатой главе, в двадцать шестом стихе, Иисус отвечал, тот, кому я обмакну кусок хлеба и подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Вот какая печальная история Иуды Искариота. Он начал свою жизнь со Христом, как дьявол, потому что дьявол, говорит, был в нем, и закончил жизнь свою с Иисусом Христом, как дьявол, ни капли не изменившись. Недостаточно быть со Христом, братья и сестры, недостаточно быть среди верующих, недостаточно служить Богу, пусть даже от всего сердца. Главное позволить Богу изменить тебя. Ты должен меняться каждый день. Ты должен наблюдать за собой, не за другими, как другие меняются. Мы так видим хорошо, как меняются или не меняются другие люди, но забываем следить за собой, изменились ли мы или нет. Знаете, я служу Господу, и Бог столько дел через меня делает. Однажды я задался таким вопросом, я увидел, что люди, которые делают великие дела Божьи, по характеру своему очень несносны, очень противны. И я задал Богу вопрос, почему так? И я услышал ответ, что некоторые делают дела мои для славы своей. Через Бога наикратчайший путь прославиться самому. Стоя здесь, на этой сцене, когда ты поешь песни, ты прославляешься тоже. Ты говоришь, нет, 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 я Бога прославляю, извини, и ты прославляешься. Когда микрофон держишь и говоришь проповеди, ты прославляешься. Люди смотрят на тебя, и ты прославляешься. И вот когда люди делают дела Божьи, они прославляются через эти дела Божьи сами. Но Бог говорит, славы своей не отдам никому. Христианство должно преображать нас, делая более похожими на Христа. Бог меняет наши отношения и ценности. Он делает наш дух похожим на свой. Вот путь христианина. Одна из самых важных задач христианина, это возвратить себе утраченный в результате греха образ и подобие Божие. Возвратить утраченный в результате греха образ и подобие Божие. Второе. Иуда хотел отдать Богу что-то, но не все. Второе. Иуда хотел отдать Богу что-то, но не все. Когда Иуда увидел, как Мария, взяв нардового масла, излила на Иисуса Христа и оттерла волосами своими ноги его, он возмутился. Он сказал такие слова, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Иоанна, 12 глава, с 4 по 5 стих. Его не огорчило то, что она отдала что-то. Его огорчило то, что она отдала все. Она излила весь сосуд. Но можно было бы капельку взять и помазать ему лоб и ноги, а остальное продать и раздать. Его это сильно огорчило. Для чего? К чему такая трата? Люди, которые отдают Иисусу что-то, но не все, в итоге теряют все. Это произошло с Иудой. Он посвятил себя Богу частично. В том, что было удобно для него. Но христиане обретают настоящую радость тогда, когда отдают Богу все. Всего себя и все, что имеют. Вы не сможете быть счастливы, посвятив себя Христу частично. Вас будет разрывать между тем делом, которому вы посвятили еще себя. Писание говорит, невозможно служить двум господам. Либо одному начинаешь родить, а другого ненавидеть. Невозможно в жизни служить бизнесу и чуть-чуть Христу. Невозможно посвящать себя чуть-чуть Богу и еще чему-то. Вас порвет. Невозможно служить Богу между делом, так как надо служить Богу каждым делом. Все, что не делаете, делайте как для Бога. Каждое ваше дело должно посвящено быть Господу. Если вы делаете бизнес, то вы делаете этот бизнес как для Бога. С посвящением, тогда это будет правильно. Иуда не смог этого вместить. Поэтому он потерял все. Третье. Иуда счел поклонение пустой тратой. Никогда не говорите, что поклонение Богу это пустая трата. Нам необходимо хвалить Бога. Нам необходимо рукоплескать перед Ним. Нам необходимо, как царь Давид, танцевать перед Богом. Славить Бога на всяком месте, где мы собираемся. А я сегодня вижу, как некоторые люди приходят к третьей песне. И они говорят, нет, 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 мы как бы славим Господа. Мы любим славить Господа. Ну, правда, опаздываем на все прославление, на пожертвование опаздываем. Мы приходим, когда все уже говорят аминь, чтобы быстрее пойти в кафе. Друзья, мне понравилось, как один знаменитый человек, я не буду называть фамилии, сказал такие слова. Мне они очень запали в сердце. Он сказал слова, слова, которые мы говорим, слова, говорит, лживы, поступки правдивы. Мы словами можем говорить все, что угодно. Мы научились красиво говорить, но поступки нас характеризуют. Поступки говорят истинное наше намерение. Если ты говоришь, я люблю славить Господа, но постоянно опаздываешь на прославление, у меня вопрос. Любишь ли ты его славить? Чем ты прославляешь его? Своим опозданием? Ты не прославляешь Господа. Или когда все славят Господа, а ты ходишь здесь, тусуешь и разговариваешь друг с другом, рассказываешь, какая у тебя была напряженная неделя, ты не славишь Господа. Но мы должны славить Господа в духе и истине. Именно таковых поклонников ищет себе Господь. Именно находя таковых поклонников, Бог всегда открывает им тайны свои. И Бог имеет доброе намерение на этих людей. И Он всегда таких людей благословляет, друзья мои. Он даже ищет себе таких людей. Будь поклонником Господа. Четвертое. Иуда знал об Иисусе, но не знал Его. Иуда знал об Иисусе, но не знал Его. Во время тайной вечери Иисус сказал, что один из вас предаст Меня. И все его ученики, как один, сказали такие слова, не я ли Господи? Все говорили, не я ли Господи? Не я ли Господи предам тебя? И один только Иуда Искариот сказал слова, не я ли Рави? Рави означает учитель. Те ученики говорили, Господин, тот, который распоряжается нашей жизнью, мы ли тебя предадим? А Иуда Искариот, я не знаю, совпадение, не совпадение, он сказал учитель. То есть тот, кто дает мне полезную информацию. Да, ты мой учитель, ты научаешь Меня чему-то, Иисус Христос. Ты научаешь Меня, как правильно жить. Ты научаешь Меня, Иисус Христос, как стяжать благословение. Как не растратить свою жизнь пустую, как быть здоровым, как быть счастливым, как быть радостным. Но вот извини, Господином своей жизни, который нераздельно, нераздельно распоряжается моей жизнью, я тебя назвать не могу. Жизнь Моя принадлежит Мне. Кто-то однажды сказал, мы живем со Христом, как тот человек, который съедает все яблоко, а огрызком хочет поделиться. Вот так мы съедаем всю свою жизнь. А тем, что осталось, ну вот, извини, Иисус, нет времени на тебя. Вот этим огрызочком я готов поделиться. А вот всей жизнью я, ну, извини, не совсем готов с тобой поделиться. Можно быть со Христом, но не знать Его лично. Можно быть в церкви, но не знать о Христе. Слышать, как о Нем говорят, пересказывать проповеди, но не иметь личных отношений и ничего не знать о Нем. Чтобы проверить себя, знаете ли вы Христа лично или нет. Хотите проверить себя, знаете ли вы Христа лично или нет. Посмотрите на три первых пункта, которые я вам дал. Меняетесь ли вы? Если вы знаете Христа лично, вы будете меняться. И славы в славу, и силы в силу. Вы будете в лучшую сторону меняться. Некоторые меняются, но в худшую сторону. Я не об этом. В лучшую сторону вы будете меняться. Сравнивайте себя с собой, кем вы были вчера и кем вы стали сегодня. Не себя с другими людьми, потому что некоторые успокаиваются в том, что он лучше, чем другие. Вы всегда найдете хуже себя. И найдете лучше вас. Если вы будете смотреть на людей и сравнивать себя с людьми, вы будете либо в обольщении, потому что будут те, кто хуже вас, либо в гордости. Потому что будут те, вернее, либо в обольщении, и в гордости, потому что вы найдете тех, кто хуже вас. Либо вы будете в разочаровании, потому что вы всегда увидите тех, кто лучше вас. И вы не дотягиваете до них. Поэтому вы должны сравнивать себя с самим собой. И только, кем я был вчера и кем я стал сегодня. Второе, на что вы должны посмотреть, для того, чтобы определить, знаете ли вы Христа? Отдаете ли вы Иисусу всю свою жизнь? И многие скажут, первое, что они скажут, да, друг мой. Но если ты не можешь отдать десятую часть из своей прибыли, как ты можешь отдать всю свою жизнь? Каким образом? Если тебе жалко, если ты нашел отговорки на то, что не надо отдавать десятину. Если Бог дает силу твоим рукам приобретать богатство. Если Бог дает дыхание твоим назрям. Если Бог дает сердцебиение твоему сердцу. Если Бог дает всю твою жизнь, ты не можешь отдать десятую часть. И ты после этого говоришь, что ты отдаешь жизнь свою Ему. Я этому не поверю. Это слова. Поступки правдивее говорят. Если ты отдаешь свою жизнь полностью Христу, то и все, что у тебя есть, ты безропотно отдашь Ему. И будешь этим служить. И третье. Поклоняешься ли ты Ему? Посмотри на это. Поклоняешься ли ты Ему? Если вот эти три пункта, которые я назвал, у тебя в топе сегодня. Хочу сказать, у тебя все нормально. Ты знаешь Иисуса Христа. Но если есть какие-то проблемы, прямо сегодня начни меняться. Никогда не поздно начать меняться. Ничего трагичного в этом нет. Нет, мы люди. Нам свойственно заблуждаться. Нам свойственно отклоняться от пути Божьего, от воли Божьей. Уходить в дебри. Но Бог всегда возвращает тебя на путь истины. И сегодня Он тебе дает это слово. Не надо сегодня разочаровываться. Говорит, у меня все плохо. Пастор сказал какие-то слова непонятные. Я проанализировал. Все плохо. Да, что теперь делать? Все будет пускай еще хуже. Нет. Возьми и начни изменяться. Приведи. В соответствии со словом то, что я тебе сегодня сказал. Или те сферы жизни, о которых мы сегодня говорим. Вообще, глядя на Иисуса Христа, нельзя не удивляться. Я удивляюсь тому, что рядом с Ним был предатель три года. И от самого начала, как мы прочитали, Он знал об этом предателе. Он же сразу сказал, не двенадцать ли Я избрал вас. Но один из вас дьявол. Он сразу знал, что Иуда Искариот предаст его. Но за три года Иисус даже тень не бросил на него. Намека даже не дал остальным, что это предатель. Если рядом с нами, где-то в радиусе одного километра появится предатель, через минуту все будут знать об этом. Все. Инстаграм будет пестрить. Фейсбук тоже. Все будут знать об этом. Но Иисус в течение трех лет давал Иуде Искариота шанс. Вот так надо жить, друзья мои. Давая шанс каждому человеку. У нас клише. Бам-бам. Эти так, эти так. У нас сразу клише. Мы сразу определили по Писанию, кто, где. Градацию провели. Сразу всех разложили по полкам. И шанса никакого. Сразу эти отступники, те бунтари, эти из другой церкви принесли другое учение. А эти, этих поддерживают. А те, тех поддерживают. Те за красных, те за белых. Мы сразу всех определили. И у нас никакого шанса. Эти религиозники, те наоборот, речники. Слишком они. Сразу у нас градация. Но Иуда Искариот ходил с предателем. И даже никому не рассказал об этом. Последние, последние дни они сидели за столом. И каждый из них говорил, не я ли предатель? Три года они не знали, что среди них предатель. Хотя Иисус Христос знал это с первого дня. Послушай, дьявол обвиняет нас, загоняя в какие-то грехи, в прошлое, в какие-то проблемы, в какую-то нашу несостоятельность. И ты себя, может быть, чувствуешь плохо, что ты вот здесь сделал, тут сделал. Но послушай меня. Иисус не такой. Иисус дает шанс. Иисус с утра обламляет милость свою и говорит, Саша, я не помню, что ты делал вчера. Ты говоришь, я гадкий, я вчера такое, я говорил. Я вчера с ребенком не посидел, Екатерину обидел. Дочке подарок не тот подарил. На работе накричал на всех. Я правильно перечисляю, да? Нет, говорит, не так все было, пастор, все было по-другому. И ты утром встаешь, тебе плохо. Но Иисус говорит, подожди, милость моя обновилась. Начинаем все заново. Начинаем все заново. Я еще с тобой не перестал работать. Люди поставили крест, общество поставило крест на тебе. Но я еще с тобой в работе. Еще будут лучшие времена. Друзья, самое лучшее у нас впереди. Вы не думайте, что я заканчиваю даже потому, что музыка заиграла. Я только еще где-то в начале. Это было предисловие. Сейчас я начну проповедовать. Сейчас начнется настоящая проповедь. Пятое. Иуда не знал правильного времени. Он решил предать Иисуса, когда понял, что Иисус не собирается становиться царем Израиля. Потому что все ученики, они надеялись на то, что Иисус Христос пришел стать царем Израиля и спасти Израиль прежде всего от рабства римского и вывести Израиль благополучие, хотя бы в те времена, которые он имел при царе Давиде. Но когда они увидели, что Иисус уже собрался идти на крест, Иуда Искариот предал его, не разобравшись во временах и сроках, он не узнал истинной миссии Иисуса Христа. Он не узнал о том, что Иисус, он не догадывался даже о том, что Иисус пришел пострадать за весь народ для того, чтобы спасти все человечество. И из-за того, что он этого не узнал, он пропустил в своей жизни самое величайшее событие, которое только могло быть в человечестве. Это воскрешение Иисуса Христа. Он пошел и удавился. Он единственный из учеников, кто не видел этого. Потому что он установил свои времена и сроки. И вот чему учит нас Иуда Искариот. Чтобы мы не устанавливали свои времена и сроки в отношении с Богом, когда Он придет и что-то сделает, а чтобы мы терпеливо дожидались исполнения того слова, которое сказал Господь в нашу жизнь. Мы так часто разочаровываемся из-за того, что мы установили, когда Бог должен был прийти и когда Он должен был что-то сделать. И Он не пришел в это время. И мы говорим, где же ты был, Господь? В следующее воскресенье я об этом чуть больше попропоедую. Но сегодня я хочу сказать, не устанавливай времена и сроки. Не устанавливай. Скажу одну фразу из проповеди, из будущей. Хочу сказать ее. Если Бог будет действовать по твоим ожиданиям, если Бог будет действовать по твоим ожиданиям, ты лишишь Его шанса сделать больше твоих ожиданий. А Бог хочет делать всегда больше того, чем ты ожидаешь. Аллилуйя! Не лишай Господа этого. Просто терпеливо ожидай. Просто жди. Не устанавливай своих времен и сроков. Бог придет в свое время и сделает больше, чем ты ожидаешь. Аллилуйя! Потому что некоторые из нас начинают действовать. Если, Господь, ты не дашь мне в это время супруга, я пойду и в мире его найду. Ну сколько можно ждать в церкви ни одного нет принца на белом коне? Посмотри, может быть, на велосипеде есть. Кто его знает? Что ты на коне-то? Может, он ездит вокруг тебя уже месяца два на велике, а ты все на коне ждешь. О, Господь, я пойду жену с мира возьму. Нет в церкви никого. Как нет никого? Полно. Те, которые поют каждый вечер, выбери меня, выбери меня. Ты все никак не выберешь. Ты все на ромашке гадаешь. Любит, не любит. Нельзя так действовать. Надо дожидаться Божьего времени. О, я уже слишком стара. Мне уже 26 лет. Все. Послушайте, после 50 лет только жизнь начинается. Все сказали, кому 25, да? 50 только станете настоящими пятидесятниками. Сейчас еще просто евангельские христиане. Поэтому, друзья мои, не спешите. Некоторые в 18 лет говорят, О, я до 30 доживу и скажу, Господи, забери меня. Послушай, никогда так не скажешь. В 90 будешь карабкаться. И скажешь, дай еще 30 лет пожить. Я видел Йонгичо, который вышел в кафедре, весь трясущийся. Мы были на конференции. Ему тогда было, по-моему, 71 год. Я не знаю, сколько ему сейчас. И он говорит, мне Господь сказал, что я доживу до 92 лет. А у него было очень серьезное заболевание. И у него болезнь какая-то развивалась. И он уже физически слаб. И потом он говорил, говорил, ну вдруг я, говорит, подумал, а почему до 92? Я умру на 101 году, говорит. И он так смело это заявил. Он говорит, я умру на 101 году. полный сил и служа Господу. Я говорю, красавчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok